Дамы и господа, добрый день! Меня зовут Поляковский Владислав Тадеушевич. Я автор и разработчик компьютерной игровой технологии, которая позволяет определить лучших знатоков тех или иных песен, тех или иных образцов поэзии. Я хочу всех поздравить с 55-летним со дня рождения Виктора Роберта Вичацое и пригласить к участию в конкурсе на лучшего знатока его произведений методами этой компьютерной игровой технологии. Что игровая технология собой представляет? Она представляет своего рода буква ПАД, когда маленькие буквы или их комбинации падают уже заранее приготовленный текст, фрагментарно открытый, в этом тексте как открытая буква, так и закрытая. И есть возможность путем того, что эта буква попадает или не попадает в текст, набирать определенное количество очков. Мы сейчас заходим на сайт нашей игровой технологии, он называется RING2T3. Мы видим характерное верхнее меню. В верхнем меню мы видим такие пункты, как игровая технология, лингвотайтер, техническое описание, лингвотайтер для образования шоу-бизнеса, жмение игра, экрановая инструкция для игроков, положение о текущем конкурсе и листовка конкретно этого конкурса, СОВ-55. К величайшему сожалению, непосредственно в 21 июня, то есть на рождении Виктора Робертовича, я не успел с подготовкой онлайн-режима и VIP-режима. К величайшему сожалению, работы по программированию оказалось достаточно много, но тем не менее, с 10 дней, со дня его рождения я не прошла. Итак, мы заходим на наш сайт. На нашем сайте видим, например, в верхнем портрет Виктора Робертовича. Портрет достаточно яркий, Виктора Робертовича узнаваем. Мы на него крикуем, и после этого у нас есть два выбора. Выбор или игра в обычном режиме, или игра в VIP-режиме. С точки зрения игрового момента нет абсолютно никакой разницы, в каком режиме вы будете играть. Абсолютно никакой. Единственное, будет разность, эта разность будет в сохранении результатов. Если вы играете в VIP-режиме, то мы, как организаторы этого онлайн-конкурса, мы, это газета «Современная школа России», группа «Играб», а также партнера проекта Ассоциации Криарус, мы очень сильно вас просим, чтобы вы нам перечисляли хоть что-то больше, чем ноль. Сразу же, я считаю своим долгом, осветите один маленький момент, который связан с авторскими правами. Как вы все, наверное, прекрасно знаете, его песни не являются свободными от авторских прав, они имеют законных правообладателей, и мы, соответственно, должны этим законным правообладателям за их использование в концертной деятельности платить отчисления, согласно текущим законодательству. И этот вопрос, каким образом лучше всего провести этот конкурс с полным соблюдением силы и буквы закона, обсуждался с российским авторским обществом. В результате была следующая схема. Во время конкурса все платежи, которые поступают на указанный расчетный счет, они являются своего рода входными билетами на концертные мероприятия, и вырисовавшись путем продажи этих билетов суммы, а также денежной суммы, куда еще входят спонсорские взносы и другие платежи, мы будем производить необходимые отчисления. То есть никакие правообладатели на произведение рок-группы кино, на произведение авторства Виктора Цоя не будут в глупом положении. Я считаю, что это в обязательном порядке нужно оговорить. И мы видим короткую речевку, которая описывает, что лингвотеппер это стихи, песни, шутки, компьютерное видео, а у вас будет шанс проверить свои знания, умения и скорость реакции. Здесь же идет один маленький подзаголовок. Наличие флеш-плеера на компьютере обязательно покамись до передавления. Это некая печальная реальность, это некая вещь, которая характеризует нынешнее состояние компьютерной игровой технологии, некая вещь, которая характеризует состояние проекта в целом. Вы можете играть на стационарных компьютерах, вы можете играть на ноутбуках. Вы, к величайшему сожалению, не можете играть в мобильных устройствах. Почему? По одной банальной причине. Потому что флеш-плеер, к величайшему сожалению, не адаптирован для мобильных устройств. Возможно, есть такой вариант, есть такой момент, и я буду стремиться, чтобы в кратчайшее время создать версию этой игры, которая могла бы подходить и для мобильных устройств в том числе. Уже конкретно названа программная среда, в которой я должен вести свои разработки. Но, может быть, я буду вести свои разработки не в одиночку. Такое движение тоже возможно, поскольку уже есть среди молодого поколения ряд энтузиастов, кого, ряд энтузиастов, всего, что связано с клинговой тетрисой, мы переходим непосредственно к игре. Мы нажимаем на поле «Игра в обычном движении». Здесь идет небольшое объяснение того, какие в игре применяются стрелки. В игре, я говорю, сразу говорю, применяются 4 стрелки вверх, вниз, влево, вправо. А также клавишу «Пробелы для сброса». Мы можем ждать добросовест на 30 секунд, мы можем не ждать 30 секунд, можем сразу нажать прямо, и мы можем, после того, как мы нажали, попасть в поле выбора произведений. Вы видите, что здесь у нас 35 песен Виктора Робертовича Цоева, расположенных в алфавитном порядке. Мы можем играть в абсолютно любой из них. Все понятия имеют разное количество типографских знаков текста, имеют разную продолжительную кнопку, разную продолжительность в проигрыше, разные инструментовки, вы все это прекрасно знаете. Итак, у вас есть выбор, гарантированно выбор от той или иной песни, либо у вас есть возможность нажать на кнопку «Случайный выбор», и тем самым песня выберется абсолютно случайно. Мы в данном случае выберем самую первую списку по алфавиту, под которой называется «Алюминиевая огурца». Мы его нажимаем, и сразу же, сразу же, у нас высвечивается то поле, в котором вы можете легко попробовать клавишу. Например, клавиша «Вверх». Мы нажмем на стрелочку с клавишей «Вверх», и после того, как мы нажмем на стрелочку с клавишей «Вверх», мы видим, что, во-первых, исчезает зловредное окошко, во-вторых, наша фигура перевернулась против часовой стрелки. Клавиша «Вниз» — это поворот по часовой стрелке, клавиша «Влево» — перемещение налево, клавиша «Вправо» — перемещение направо, и здесь, после того, как вы клавиши опробовали, можете легко сообразить, каким образом эта фигура должна реально встать в одну структуру, в тот текст, который мы видим на игровом поле. В данном случае текст очень короткий, я играю в «Лингвотедрис», он учебный, никакой музыки, музыка нас ждет впереди. Ну, вы видите, мы сейчас наша фигурка из четырех букв, прямо «ИГ» и «Н», прямо «Я играю в «Лингвотедрис», мы можем бросать пробелом, прекрасно. Нас машина информирует о том, что нами тренировочный режим освоен, и можно приступить к основной игре. Мы приступаем. И мы переходим к следующему этапу игры, к этапу ознакомления с текстом. Если вы уверены, что вы текст песни «Алюминиевые огурцы» либо текст, соответствующий любой другой песне, знаете хорошо, вы можете это не смотреть. А так, пожалуйста, вам 10 секунд на каждое окошко для освежения текста этой песни. Итак, закрыть эти окна и приступить к игре, щелчок по-любому из них. Мы взяли щелчок. И вот мы слышим из колонок фонограмму песни «Алюминиевые огурцы». Ну и приступаем к игровому процессу. Буква «П». Мы не знаем, куда ставить букву «П». Обратите внимание, что я сделал. Я нажал на кнопочку «Пауза» и все остановилось. Остановилась реклама, остановилась буковка «П» в своем полете. И что у нас есть? У нас есть время подумать, посмотреть на детский, посоображать, куда эта буква должна встать. То есть то, за что нам будут начисляться очки. Единственное, что вы сейчас можете посмотреть на детский, ведь я сажаю алюминиевые огурцы на грезентовом поле. Мы видим, что эта буква «П» идеально подходит к слову «Поле». Поэтому мы ее подводим к слову «Поле». И нажимаем на клавишу «Пробел» и сбрасываем вниз. Пожалуйста. У нас та строка, где находится слово «Поле», также верхние строки, сразу же обрели разгаданный характер, приобрели соответствующую расцветку. У нас появилась новая комбинация букв. Мгновенно в данном случае это буквы «В», «О». Но мы видим, что нам очков не зачислено. Вопрос почему? Очень просто, потому что в режиме паузы очки не зачисливаются. И мы понимаем, что если мы хотим, чтобы нам были начислены очки, то мы должны в обязательном порядке нажать на клавишу «Пуск». При этом и песня возобновится, и таймер возобновится. Буква имеет 5-секундную задержку в верхней части таблицы, только после этого начинают падать. В данном случае все таймеры задержек мы выключили. И мы еще раз нажимаем на клавишу «Пуск». Итак, что произошло? Произошла следующая вещь. Мы разгадали отрывок до того, как заканчивалась музыка соответствующего куплета. Программа отреагировала на это салютом. Программа нам приветствовала началом открытия букв, чтобы текст закреплялся, чтобы было нам не очень скучно. И после того, как соответствующий куплет закончился, начался второй куплет. Второй куплет вы его прекрасно знаете. Три чекотских мудреца твердят меня без конца и так далее. Я специально хочу проиллюстрировать это тем, что в игре, в игровой технологии, синхронизовано подача текста и звучание музыки. Но, разумеется, для всех песен это по-разному. И в данном случае это имеет место для песни алюминий. И видим, что у нас 5100 очков. Дальше. Что мы можем? Если мы вдруг... Если мы вдруг... У нас останется ощущение, что мы должны в обязательном порядке повторить правило. Мы можем нажать на клавишу правила игры. Перед нами опять появится приветственное сообщение. Дорогие друзья, перед вами играли на два тетриса. Падрич в игру. Здесь будет в виде комбинации букв, в которые можно вертеть, перемещать и ставить в свободное место текста. Совсем как в обычном тексте. Совсем как в обычном тетрисе. Далее идет описание стрелок и так далее. Мы можем повторить эти правила игры и таким же образом еще раз щелкнули нашу игру. Продолжение следует... Неправильных ходов мы можем делать до 10 бесплатно, а до следующих не будет. У нас будут вычитаться очки. До следующего... Музыка стихает. Перед нами появляется окошко. Это была песня. И сразу же появляется окошко сохранения результата. И мы нажимаем на то, что да, результат сохранить мы хотим. Ну, мы вводим нарицательную фамилию, нарицательное имя. Для нас это пусть будет... Фамилию мы возьмем самую популярную фамилию России. Имя то же самое. Мы возьмем одно из самых популярных в России. Страна мы введем название страны. Населенный пункт мы введем в названии самого крупного населенного пункта, являющегося столицей. Но для конкретности, для рождения мы не будем вводить. Единственное, что мы будем ввести 2000-01-01, То, что набрано примером, давно, чтобы хоть что-то изменить, мы здесь единичку меняем на двойку. Ну, и в качестве электронной почты мы просто напишем на латыни Иванов, собачка, Яндекс.ру. Ну, мы можем или кнопочкой далее, или нажатием клавиши Enter, записать наш результат в таблицу. Мы записываем в таблицу. Вот, пожалуйста, мы видим, что с результатом 6500 очков наш персонаж Иван Иванов занял третье место. Мы его сейчас покажем крупным планом. Прекрасно. Этот персонаж, он очень известный. Я его как учебный персонаж, как модератор этой игры, как хостер этого сайта, я его удалю. Ну, в данном случае, как видно, что лидером является житель города Хинти Артем Сафронов. У вас есть шанс выйти в таблицу, нажатием, путем нажатия на таблицу результатов. Мы нажимаем на таблицу результатов. И опять перед нами открывается новая картина, и мы опять можем произнести.